И сегодня в гостях нашей вновь возобновившейся политической программы журналист Тимофей Баженов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в гостях вашей вновь возобновившейся политической программы журналист Тимофей Баженов. Да, спасибо, да, и вы сказали как раз-таки, что вы журналист, а я вот тут успела прочитать, что вы вообще-то еще были в военных командировках, и вы делали репортажи из Госдумы, и документальное кино снимали, и вообще вы были спецкором НТВ в том числе. И первый вопрос мой такой, вот вы сейчас в Челябинске в каком качестве? Сейчас я в Челябинске в качестве журналиста и активного гражданина Российской Федерации. Но еще три дня назад вы были все-таки кандидатом в депутаты Государственной Думы, именно от нашей Челябинской области, что характерно. Вот мне просто интересно, может быть это как-то связано с тем, что вы сначала в военной командировке, Госдума, потом, я помню, змеи вас кусали, а потом вы решили пойти в депутаты Госдумы именно от нашей области. Ну, это складывается такая картинка, нет? Ну, картинка у вас в принципе складывается правильно, потому что мне прислали письмо жителей поселка Роза с просьбой приехать представить их интересы и вообще спасти их от того ужаса, который происходит на их малой родине. Жители поселка Роза пригласили меня для того, чтобы я помог им выживать в ужасных условиях, в которых они оказались. Так вот, все-таки, смотрите, вы все-таки, опять же, журналист, вот это все перечислил, известная личность, опять же, из Москвы. Я не думаю, что вам только жители из поселка Роза написали. Наверняка были еще, есть очень много тысячи поселков на территории нашей великой родины. Что ж так Роза именно вас волновала? Дело в том, что меня привлекают вообще глобальные катастрофы. Я в условиях глобальных катастроф чувствую себя комфортно. И мне интересно находиться в условиях катастрофы и работать в этих условиях. Не нужно забывать, что поселок Роза стоит на берегу самой большой рукотворной ямы в Европе. И в этой яме находится пожар. Причем не один, а несколько пожаров. В отделении этого карьера, в первую очередь, бензопирен. Бензопирен – это опаснейшее вещество. И если мы поищем схожие экологические условия на планете Земля, то мы их не найдем. Есть похожие горящие карьеры в ЮАР. Но нужно сказать, что наши чернокожие друзья своих шахтеров с берегов карьеры выселили. А мы, к сожалению, заставляем людей, в том числе детей и пенсионеров, жить на берегах этого карьера. Я считаю, что это очень любопытно. Не только с точки зрения общественной организации в Челябинской области, но и с точки зрения вообще выживания граждан. Коркинский разрез и все, что вы делаете, очень сильно сейчас связано в СМИ, в том числе, с тем, что с РМК, естественно. РМК – это что такое? Ну, Тимофей, РМК – это предприятие, которое вообще на слуху во всей Челябинской области. Вы же депутаты собрались. Я, к сожалению, не могу быть депутатом, потому что административный ресурс был настолько велик. Административный ресурс был настолько велик, что мне пришлось приостановить сбор подписей, потому что сборщиков, пенсионерок, стали гнобить какие-то непонятные люди, выражать их жизни. Это я прочитала, вы уже давали такой интервью. Не баллотироваться в депутаты. Что касается РМК, значит, я бы хотел, чтобы вы расшифровали аббревиатуру, потому что я в ваших местах… Русская медная компания. А, русская медная компания – прекрасная, известная компания. То есть вы не знаете, что такое РМК? Почему знаю? Русскую медную компанию знаю. Замечательное предприятие. Замечательное предприятие. Ну, и, собственно говоря, тогда один из слухов, одна из версий, почему вы, в принципе, здесь возникли, это потому что РМК вас попросила каким-то образом. Защитить ее интересы строительства Томинского ГОКа. Это вот одна версия. А каким образом я мог бы защитить интересы строительства Томинского ГОКа, когда Томинский ГОК еще не построен? РМК, насколько я понимаю, вы подразумеваете русскую медную компанию, она находится не в этом городе, а в Екатеринбурге. Она здесь выбирается. Михеевский ГОК. Вы же делали документальный фильм про Михеевский ГОК? Про Михеевский ГОК, да, делал. Вы знаете, что такое РМК тогда? РМК к Михеевскому ГОКу тоже имеет отношение? Это плохая советская наследственность, использовать аббревиатуры для всего. Да ладно, русская медная компания, господин Алтушкин, ладно, я буду по-русски говорить. То, что вам понятно, не обязательно понятно всем остальным. В Челябинске это всем понятно. Я вас уверяю, вряд ли наш репортаж дойдет до федерального телевизора. В таких темпах вряд ли. Поэтому, да. Итак, вы сформулируете свой вопрос. Я сформулирую. Я очень неплохо отношусь к русской медной компании. Я считаю, что это единственное предприятие на территории бывшего СССР, которое не участвовало в приватизации, было создано с нуля. Хорошо. Значит, русская медная компания, господин Алтушкин, прекрасное предприятие. Вы делали сюжет о Михеевском ГОКе. Я делал два документальных фильма о Михеевском ГОКе. Да, документальный фильм. И сейчас, значит, здесь под вопросом, не под вопросом, строительство Томинского ГОКа. Коркинский разрез, это одна из, скажем так, одна из карт в этой истории. То есть, если вы, опять же, в курсе... Мне про это, к сожалению, ничего не известно. А вы ничего не знаете, да? Ничего не известно. То есть, есть господин Струков. И, опять же, одна из журналистских версий этой недели, что вы приехали сюда мочить Струкова. Нет, вы знаете, я никого не мочу и не сушу. У меня совершенно другие в жизни задачи и способы реализации задач. Но, насколько я понимаю, господин Струков, это один из тех господ, которые когда-то обещали нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину внести свою лепту в размере одного миллиарда рублей в отселение жителей Розы. Все-таки вы про него тоже в курсе, получается? Про Струкова я имею ввиду. Ну, смотря что вас интересует. Ну, вот вы говорите, он что-то обещал, не сделал там. Совершенно верно. Я уж не знаю, что он там обещал, но поручение правительства, председателя правительства, на тот момент Владимира Владимировича Путину, заключалось в том, чтобы жителей Розы отселить. Так вот, область дала на это 2 миллиарда. Да. Да. Еще 2 миллиарда поступили из федерального бюджета. А 1 миллиард должны были заплатить владельцы этого самого Чука. Но, к сожалению, этот миллиард так и не поступил, что является прямым нарушением распоряжения руководства нашего государства, Российской Федерации. Хорошо. Тогда у меня еще один прямой вопрос. Опять же, ни для кого здесь не секрет, что вы связаны с еще одним депутатом от Госдумы Максимом Шенгаркиным. Да. Вот. И это тоже тот депутат, который тоже лоббирует, ну, как опять же, вот это все выглядит, интересы РМК, которая русская медная компания. Вот. У меня, вы просто такой, вот, вы появились, мы не понимаем, от какой, то есть вы же не от партии никакой. Да. Вы просто медийное лицо теперь в Челябинске. Вы будете к нам теперь приезжать и все время, ну, как-то поддерживать, как какой-то, там, не знаю, накал общественной борьбы, там, на тему. Я обещал жителям Розы, что я буду представлять их интересы. Я буду их представлять. То есть только Розы, да? Я обязательно передам президенту Владимиру Владимировичу Путину письмо жителей Розы, расскажу про то, как живет Роза, про то, что вообще происходит в этом районе. Обязательно сделаю. Вы письмо, опять же, напишите Путину как кто? Как журналист? Да, как журналист. То есть? Как гражданин России. Ну, тогда жители Розы точно такое же могут письмо ему получать? Могут. Они, кстати, написали такое письмо, и я передам в том числе и от их имени все их письма. То есть вы, словно говоря, получается, некий московский представитель поселка Розы в Москве? Я не знаю. Я понять хочу серьезно, как это так. Ну, с некоторых пор, да. Можете считать меня представителем жителей поселка Розы. Ну, не город, а Челябинск. Вене Челябинской области. Почему же? Если говорить о распространении бензопирена, то оно угрожает не только поселку Розы, но и всему Челябинску. Поэтому всем, кому не хочется дышать бензопиреном, милости просим в мою компанию. Получается, что в Челябинске очень много жителей как раз-таки протестуют против строительства Томинского ГОКа. То есть есть очень движение, можно сказать. Так это же оплаченное движение. Оплаченное, вы считаете? Мы же с вами должны понимать, что... А кто платит? Нет, секундочку, давайте я отвечу сначала на ваш первый вопрос. Хорошо. Значит, вы, я так понимаю, тоже относитесь к тем, кому не нравится строительство Томинского ГОКа. Я в данном случае подставка для микрофона. Не важно. Ну, зря не нужно, чтобы взрослый человек называл себя подставкой. Это неправильно. Я вопросы задаю. Потому что за подставками идут всякие подстилки. Я вопросы задаю. Да, я понимаю. А я на них отвечаю максимально развернуто, если вы видите. Так вот, Томинский ГОК пока не существует, он не построен. Да. А карьер, который горит и воняет, существует. Так когда построиться уже поздно будет, протестовать. Значит, вы хотите, чтобы люди боялись того, чего нет. Я ничего не хочу. И забыли про то, что есть. А я хочу вам сказать, что то, что есть, уже может вогнать в гроб все население Челябинской и Челябинской области. И это, безусловно, ЧУК. Смотрите, значит, та группа, те жители в Челябинске, которые протестуют против строительства Томинского ГОКа, это они к вам обращаться не могут, да? Почему? Могут. Конечно, могут. И более того, я на недавно на встрече... Вы сказали, что это финансируемое кем-то движение. Ну, мало ли какие движения кем финансированы. А как вы думаете, кем? Я не делаю таких предположений, но я встретился с представителями движения СтопГОК и предложил им объединить усилия, чтобы это был Стоп, ЧУК и ГОК. И что они сказали? Мы сейчас находимся в стадии переговоров. Я думаю, что так и будет. Да? Да. Я считаю, что природу, матушку, хватит портить. И нужно максимально снизить воздействие человеческого фактора на несчастную природу Челябинской области. Ну, что? Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что будет дальше. Ну, и, наверное, последний у меня вопрос. Вы сделали, как я прочитала, единственной в мире съемки родов рыси. Да, это так. Вот. Это очень большой эксклюзив. Это очень круто. Вот, если бы так помечтать, что бы такого эксклюзивного вы могли сделать, не знаю, для Челябинской области, либо для поселка Роза? Я бы очень хотел попасть в этот самый карьер. В карьер? Да. И поснимать там. Но, к сожалению, пока что... Есть такие съемки, кстати. Ну, я не привык пользоваться чужими съемками. А вы сами хотите. Я бы привык сделать свои. Хотел бы сделать это. К сожалению, пока что хозяева этого карьеры, насколько я понимаю, не горят желанием пустить мою съемочную группу туда. Да? Серьезно? Ну, если они сейчас слышат мое обращение... Да, вот знаете, наша программа, просто депутаты и журналисты в основном... Ну, очень хорошо. Такая целевая аудитория. Значит, руководство ЧУК. Да. Я прошу, не как какой-то там враг или соперник, а как журналист, разрешить доступ моей съемочной группе непосредственно в карьер. Я хотел бы там провести свои съемки и побывать там днем и ночью, потому что работы в карьере ведутся преимущественно ночью. И мы бы приехали со своим газоанализирующим оборудованием и выяснили, когда в карьере максимальные выбросы, какова килотонность взрывов, которые там происходят по ночам, что происходит в выработке, не нарушены ли границы землеотвода, карьера. Нам это было бы очень интересно. Давайте, наверное, это было бы, кстати, может быть, и действительно всем интересно. Вот обращение, можно сказать, не в прямом эфире, но с другой стороны в эфире. Ну да, поскольку вы не используете монтаж, то я так понимаю, практически прямой эфир. Когда я приеду в следующий раз, ну, как только чего-нибудь добьюсь, так и приеду. Вот добьюсь разрешения снимать в карьере, приеду снимать в карьере, добьюсь каких-то ответов от государственных органов по поводу состояния прилегающих к карьеру. Населенных пунктов приеду рассказать жителям про свои результаты моих изысканий. Ну что, спасибо вам за интервью. Это был Тимофей Паженов, журналист, ну, и с недавнего времени, защитник жителей поселка Роза. Ну, и как мы увидели, может быть, даже жители всей Челябинской области. Да я вообще за все хорошее против всего плохого. Мы тоже. И кроме того, что я журналист, я еще и кулак. Ну, там много, на самом деле, можно приписать к моему имени и фамилии. Ну, давайте вы приедете, и мы еще раз поговорим. Ну, давайте. Пожалуйста. 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 Продолжение следует...